Всем приятной жизни! Это Шашлык и мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 7. Ров появился. Давайте... Я вот подумал, что я так тороплюсь побеждать этого Дженго. Давайте полностью отстроим замок. Посмотрим, как он, так сказать, выглядит. Что за новые сведения? Да я понял всё. Что у вас новые сведения? Поглядим, как выглядит полностью отстроенный замок. Кстати, существ тоже дофигища, да? Здесь что, циклопы не стоят? Ну ладно, фиг с ними, с циклопами. Давайте мы... А что не хватает? Две капельки. Давайте поставим капелек, пару. А, одну. Ну, одну достаточно. Так, тотемы земли и неба, строительство двух бащин, защищает город во время осады. Так, окей, построили. Так, ладно, можно, кстати, пойти тут ресурсы пособирать. Вон там артефакт какой-то пока. Есть чем заняться, одним словом. Погнали. Так, 38 уровень. Чего не хватает? Тоже капельки, блин, с этими капельками. Единственная шахта, которой у меня нет. И с ней, как говорится, проблемы. Хотя, может, она не единственная просто. Нужно чаще. Так, быстрый бой. Ой, как хорошо, что потери. Хотел как раз испытать циклопа в действии, посмотреть. Каждый ход он может, не каждый ход он может стрелять. Так, все отряды выставлены. Все здорово. Виверна, деф. Эти, деф. Кентавры. Ну, давай, поехали. О, кентавр без штрафа на всю карту стреляет. Да, вот еще. Кентавр, мародер, загрешенный. И еще и убегать может. Ну, прям вообще супер. Так. Пятнадцать, двадцать один, двадцать один. Слушайте, а он тоже без штрафа охренячий. Охренеть. Во время доп-хода нельзя использовать. Ну, ладно, деф. Двадцать один. Ладно, давайте эту пятнашку заколем. Ну, я просто хочу еще дать проверить. Да и пофиг на героя. Я очень хочу проверить, сможет ли он еще раз. Да, ребята, он хренячит. Весь свой демор. Смотрите, двести восемьдесят, триста сорок. Бьет он шестьсот одиннадцать. Потому что у него, ну, этот, атака, там все точно, что-то такое. Короче, он через всю карту. Нет, циклов однозначно круче их, чтобы... Однозначно круче их было. Ну, кто там? Чудищ. Чудищ тот. Диадема волшебства. Диадема лабуда. Так. Ладно, мы еще не отстроили город. Я хочу отстроить город. Опять капелек этих не хватает. Я уже все ресурсы на них слил, но пофиг. Пофиг. Плодородие. Раз в неделю вы можете выбрать одно поселение в городе, чтобы мгновенно поселить количество существ, равное ежедневному приросту. А как это делается? А как это... А-а-а! То есть, подождите. Опа! Охренеть! Идол плодородия удваивает популяцию циклопов, например. Ну, или лучников. С ума сойти. Вот это круто. Вот это крутое здание. Идол плодородия. Вот это я понимаю. А не то, что там хухры-мухры. То есть, мы бафнули, да? И теперь, смотрите, я захожу опять. И ляп еще идолам плодородия. Правда, щелкать надо каждый раз, но ничего страшного. Дайте гильдию магов. Дайте гильдию магов пятую, ой, четвертую построим. Пять капелек и пять кристаллов. Так. Ну, кристалла мне надо всего лишь два. А капелек мне надо три. Блин, теперь бревен не хватает. Я единственное, что, наверное, сейчас сделаю. Я, наверное, все-таки оттепехаюсь в замок, да? Просто, чтобы выучить заклинания. Так, а мне же заклинания... Вот. Вот. Все, мы открыли их. Я не знаю, какие там она может учить. А сколько у тебя вообще этого знания? А ну-ка. А, у меня знания 0, кстати, блин. Так, ладно, давайте построим эту штуку. То есть, в принципе, эти заклинания до фонаря. Тут нужны знания, знаний нет. Ладно, 33 тысячи стоит наем всех. Почему он нанимает негрейженных? Я вот это не могу понять, ребят. Два... Что, или какой-то бревен... А, ну это он нанял вот отсюда, да, наверное? Так, ладно. Что там надо еще? Кристаллы и одна капелька, да? Теперь, я думаю, вопрос будет надолго закрыт. Так, все смешиваем войска. Непонятно, зачем я это сделал? Ну, уже сделал. Уже сделал, сделал. Так, город-то мы полностью отстроили. То есть, 41 уровень, это все, включая Грааль, да? Да, ну вот, почему нельзя вот тут галочку сделать, как это было в шестых? Ну, неужели это тяжело? Это же не тяжело. Да, и тут уже... Ладно. Ну, вот так выглядит Орочий замок. Вот это Грааль, буйство Отца Неба. Вот она. Не могу сказать, что я как-то впечатлен, но, блин. Пятый, пятый, это... Там замки были реально красивые. О, я помню, когда замок людей первый раз я увидел. О, он шикарен был. Там, как замок эльфов, такое дерево красивое, вокруг него здание. Потом замок этих красивый был, колдунов. Он как бы такой, знаете, в воздухе парит и мостиками... Ну, здание вы строите, они так по кругу надстраиваются, скажем так. А это, ну... Они, я, в принципе, понимаю, что они хотели сделать. Они хотели сделать, как в третьих героях. Но, блин, это... Ну, это разве третьи герои? Все какое-то, знаете, такое вот нечеткое. В третьих героях там все здания, они как-то четче выглядели. Ну, а тут вот как-то все сливается, знаете, вот как какая-то каша. Вот я смотрю, я даже не замечаю этого замка. Понимаете? Мне даже не хочется вот на него смотреть. Более того, если в третьих героях я знал, где каждая постройка, что она... Ну, то есть я знал, да, что... Где каждая постройка, что там, где кто живет. И это легко запоминалось как-то. Тут у меня даже нет желания разбираться. Вот хижина гнолов. Ну, понятно. Там, вот, шатер войны. Вот как-то даже как-то вообще не хочется разбираться. Что там? Что? Вот не знаю. Но это такой чисто косметический, скажем так, недостаток, который не стоит, естественно, серьезно воспринимать. Но и тем не менее, знаете, в то же время... Косметика, она тоже имеет свой эффект. М-да. А что вот это такое? Просто тотем. Так, ладно, бегим сюда. Блин, мне интересно, я вот его сейчас убью. А... Это... А что там? А, рудник. Вон, артефакт. Это кристальная ДДМа там лежит. Но она нам не нужна. Так, отстроили мы этот замост. Последний. Чё, убить виверн? Так, их тут пять штук. Неохота их убивать. Ну ладно, пошлите проводить финальный бой. Ой-ё! Вот это и все, что... А, ну хоть в страже 100 гнолов. Вот это просто трэш. То есть вообще самый сложный бой вот был с той, которая на нас напала. Как она? Ну, чувиха там урочья. Она пятого уровня была, потом я ее еще встречал. Все остальное, ну это, ребята, грязь какая-то. Так, ладно. сделаем вот так что ли так что ли расставим так ладно поехали они все равно в замке замки сидел носки ребят или не носки ребят а где боевые а боевые кличи это же не у этой покров туманов на 14 то есть я если это каста ну извините вот этим вот чувакам то блин это все замки сидят носки ребят вивер не полетели в атаку сейчас еще гарпии шо ж так медленно ну вы вообще прям пипец встаньте сюда за это вот так и знал сейчас будут забав так 80 наверно блин а эти схернячат без штрафов на любые расстояния замки сидят носки ребят о овощи четко десятку сносите изи о сотня гнолов давайте их там еще и все замки сидят носки ребят прин жарят упреждающего удара у вас нет ну ладно так кто тут жаль они не могут атаковать эти ну хотя это не жаль такого и не было в принципе в героях чтобы существа могли атаковать ну как в шестых было в пятых и кстати не может и в пятых а ладно блин я пятый герой вот реально забыла лучше называется да не у меня выпали из кумпола моего не совсем умного кумпола выпали даже это значит что мне интересно и будет проходить а я кстати компанию пятых героев вообще не играл чуть я вообще-то вышли в пятый герой чем что могло быть важно может институт короче какой-то хренью занимался в институт поступал и было пятых героев игры надо было додуматься поступать в институт так бой но победить не значит быть вождем джанга прав науки вы есть план пусть каждый поведет воинов на ритуальный бой лучший командир станет вождем идет а что за ритуальный бой я что-то сейчас не не совсем понял сила арбалет пирата а что дает арбалет пирата ладно что мы знаем а он она как так передача власти победить дженга на поле на более славы так это ж ты с армией без армии минус 1 база ну а плюс 1 база дружественных отрядов ведущих дальний бой не ну секач секач мало то я не буду ты маска ну ладно давайте возьмем маску чё будут говорить а я их тупо беру а вот это я жестко взял армию а тут вот так то есть 580 так а если у нас а чё тут за чудики так 3 обычных циклопа 30 гнолов 45 этих на 5 чудиков так тут что дают нам 5 обычных циклопов нет это меня не устраивает тут что дают 4 обычных циклопа слушайте наверное я возьму вот этих вот медвежат дают 5 здоровых медвежат 5 это у меня большая атака они пробивают защиту а большая ли у меня атака 20 нормальная атака они пробивают защиту сейчас несём короче поехали блин ритуальный бой какой-то это типа ритуальный бой у нас примерно одинаковые армии да и кто побеждает тот и красавчик типа понятно ночью мы начнем гасить с этих гновов так кстати мощный наскок зырьте чё можно сделать 3523 смотрите смотрите шо твою блин анимация конечно опорная анимация топорная но но в целом я доволен не вообще за счет такого насколько и если понять инициативу у них помоя но она у них помпа выше чем у этих ну все таки если поднять инициативку то чтобы он всегда первый тоже хорошая тема не на самом деле вот сейчас я увидел я задумался не так однозначно не прям там циклоп и прям все боги теперь в моем понимании все таки эти чуваки тоже хороши воля матери земли и отца небо дженго знает закон и дженго уйдет но не пойдет за и мани а будет биться за свободу от магов пусть даже в одиночку делай то во что веришь до хранит тебя отец небо дженго так блин чувак сейчас в контакте пишет я даже за короче пишет здорово она герой 7 сколько ну длс сколько всего есть на герой 7 они только вышли какие длс ну то есть сегодня у нас к тому моменту когда я выложу видео уже какие-то длс и выйдут сегодня 5 октября 2015 года они вышли неделю назад даже меньше 6 дней назад в понедельник они вышли во вторник прошли какие dlc ну да ладно никаких dlc нет чувак если ты смотришь что ты мне это писал не вон там еще про шестых спрашивал этот эти сейчас закончу так ладно а чё тут конец карты я так понимаю да или чё или сейчас еще будет какой как какой шняк дженго покинул племя но что случилось дженго потом кенты не знает так и мани стала вождем и главной задачей мани стала выживание племени ага мани стала вождем понятно да это победа это мы получается вторую карту уже прошли но первая совсем короткая была это поинтересней ну чтож большущая спасибо за просмотр в следующем выпуске тогда я начну уже следующую карту да подписывайтесь на канал получать удовольствие от жизни с вами был шашлык